Я как и вы, смелые белорусы и белорусские, вышел на улицу, чтобы выказать свой протест против того беспредела, который происходил в нашей стране все эти годы. Я был задержан и осужден на 15 суток. Мне повезло. Я не столкнулся с тем ужасом, с которым сталкивались люди на окрестине. Но все равно я сталкивался с унижением, избиениями, оскорблениями и угрозами. И сегодня я не могу вернуться домой, как и большинство из вас, потому что в нашей стране авторитарный фашистский режим захватил власть. В 20-м году мы восстали впервые за долгое время, чтобы положить конец этому беспределу. Но, к сожалению, я должен сообщить вам, революция 20-го года проиграла. Но это не значит, что мы должны прекратить борьбу. Готовы ли вы перевернуть страницу и забыть о событиях прошлого? Нет! И я не готов. И никто из тех, кто в Беларуси, тоже не готов. Даже те люди, которые сейчас в страхе, сидят дома и не могут выйти на улицу, они ненавидят всем сердцем этот режим. И сегодня нам нужно понять главное. Наша победа зависит не от этих людей, не от политиков из Брюсселя. Она зависит только от нас с вами. Санкции не приносят желаемого результата. Режим от них не рухнет. Мы видим, что Польша, которая чуть ли не больше всех помогает белорусам и Беларуси, все равно продолжает торговать с диктаторским режимом. Они покупают древесину, которую вырубают в наших заповедных, тысячелетних лесах. И они все прекрасно об этом знают. Но деньги превыше наших интересов. И что мы, простые белорусы, можем сделать совсем этим? Мы можем создать условия, в которых ни одна польская компания и не только польская не будет готова торговать с Беларусью. Мы должны начать полномасштабную компанию борьбы со всеми крупными компаниями, организациями, которые сотрудничают с белорусским режимом. Это первый шаг. Следующее. Мы должны наращивать горизонтальные связи. Наши дворовые инициативы – это пример будущей Беларуси. Беларуси самоуправляемой, где принимать решения будут не какие-то неизвестные нам лица, которых мы выбираем раз в пять лет и которым на нас наплевать. А выбирать, а решать и выбирать что-то будем мы в своих дворах и передавать решения дальше нашим делегатам, которых мы сможем отзывать. Мы должны построить Беларусь новую, Беларусь у прямой демократии. И это тоже один из шагов. Самое главное, что мы должны понять. В прошлом году мы мирно вышли на улицы. Мы не хотели эскалации конфликта, потому что многие боялись насилия со стороны силовиков. Но что мы видим? Войну начали одни полномасштабную. Наши политзаключенные, не политзаключенные, а военнопленные. У нас оккупационная хунта. И пора нам взять в руки винтовку и вернуть власть в нашей стране. Беларусь будет свободной! Живем! Живем! Живем!